Добрый день дорогие друзья! Меня зовут Владимир и сегодня в нашем видео мы произведем замену штатных колесных болтов на сторонние, которые мы купили. Мы вам покажемся и расскажем почему мы это делаем, скажем так, какие болты мы купили, их характеристики, параметры и все остальное более подробно далее в нашем видео. Поехали! И сразу хочу справочно отметить, почему мы производим замену штатных болтов сторонними. У меня сорвало головку болта именно заднего правого колеса, которые я вам сейчас в принципе и показываю. Дело в том, что сам металл, из которого произведены штатные болты, Renault Captur это металл-сырец, то есть это такой сплав. Причем, что мне удалось узнать, что все эти болты, которые ставятся по умолчанию на Renault Captur, они сделаны в Китае, не в России, в Китае. Упал я сразу у одного, говорится, продавца. Значит, дело в том, что эти болты на головку сама на 19. Стандартные же болты, которые идут в Captur, они на 17. То есть, таким образом, размер 19. Но, опять же, головка ни на что не влияет, сама резьба, она точно такая же, как и у штатных болтов. Опять же, главное, чтобы совпадала входная резьба. Входная резьба здесь по размеру и диаметру, она точно такая же, как у заводских, только отличается размер головки. Головка 19 мм, стандартная, как я сказал ранее, 17 мм. Хочу отметить, что не нужно подомкрачивать автомобиль. Для того, чтобы заменить все 20 болтов, которые идут в автомобиле, достаточно, в принципе, по одному их выкручивать и таким образом их все поменять на сторонние. Ну, я коротко буду демонстрировать, показывать, в принципе, замену. И в заключении покажу итог, в принципе, что у нас получилось. Немножко будут они отличаться. Я сейчас покажу вам наглядно, как выглядят стандартные заводские болты. Это уже мой, который поломался временно, я поставил болт. Вы можете видеть, шляпка немножко отличается от сторонних, от, точнее, штатных, извините. Вот это штатные болты. То есть, видите, ну, даже на вид они выглядят довольно металл такой неприятный, даже не на ощупь. Видно на вид, что низкого качества, низкий сорт сплава идет. Вот, сейчас я буду выкручивать, также вам покажу, как они, в принципе, выглядят наглядно. Те, кто не видел мои прошлые видео. Ну, и за этим включением мы увидим, как будут смотреться вот такие болты, которые я купил уже на стороне. Ну, чуть симпатичные они, мне кажется, смотрятся. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Ну, самое главное, опять же, делается это все не для красоты, а делается это все для безопасности. Исходя из того, что я, скажем так, нашел в сети интернет, большинство автовладельцев, которые покупают Renault Capture, то они практически сразу, большинство на шиномонтаже, когда делают сезонную замену шин зимних на летние, они производят замену этих штатных болтов, потому что нередкие случаи, когда просто срезают головки в движении. Причем это, как многие пишут у меня в комментариях, очень умные эксперты, видимо, в кавычках, что руки не с того места растут. Я скажу вам так, ребята, если у вас руки растут из того места, то, ну, действительно, я вас поздравляю, вы молодец, вы талантливый, вы гений. Но дело в том, что здесь не в руках дело, здесь дело в металле. С дилером лично общался, общался с сервисом, в хороших отношениях нахожусь, скажем так, с коллегой, ну, скажем, бывшим моим коллегой, который работает сейчас в дилерском центре Renault, он мне просто по знакомству сказал, что меняю, Володя, данные болты, потому что могут быть просто проблемы в дальнейшем в дороге. Поэтому в любом случае делаю это я не просто так. Так, двое детей у меня, довольно часто перевожу их в машине, не дай бог где-то на трассе сорвет головы у болтов, знаете, ну, наверное, да будет не из приятных. Ладно, если заднее колесо еще можно машину удержать, но переднее, к сожалению, автомобиль будет удержать на дороге практически нереально. Поэтому все эксперты, которые пишут свои комментарии, пожалуйста, ставьте их, наверное, при себе. Извините, что я, может, так довольно грубо. На мой взгляд, безопасность превыше всего, и то, что металл низкого качества, это доказано, и это факт. Поэтому в любом случае спасибо за ваше мнение. Ну, и давайте смотреть, что у нас, в принципе, дальше вышло. Итак, вот так вот выглядит штатный болт Рунок Аптюр. Первый, как это болт у нас выкручен. Вот таким вот образом он выглядит. Постараюсь показать вам, чтобы было более вам видно. Опять же, говорю, что металл даже просто вот, ну, когда возьмешь в руки, он, кстати, довольно легкий сам по себе болт, даже если сравнить с моим сторонним, который я купил, это небо и земля. То есть, да, здесь немножко изменена головка, да, это 19-я головка, она, в любом случае, будет чуть тяжелее. Но все равно, вот этот болт, даже он наглядно выглядит, как настоящий болт. Этот болт еще сделан в начале 2000-х годов. Опять же, вот, ставился он на сценик. И, в принципе, ну, не слышал вообще случаев, чтобы у кого-то эти болты ломались, там, слетали, или даже что-то с ним с резьбой происходило. Резьба очень хорошо заточена. Даже, вот, говорю, до сих пор болту уже более 10 лет. Где-то немножко уже покрылся он коррозий. В любом случае, это не страшно. Резьба вся в идеальном состоянии. И, в принципе, ну, по крайней мере, на мой взгляд, это еще настоящие болты, которые, в принципе, делались не сильно экономя на качестве и, скажем так, самое главное, на материале. Поэтому качество довольно еще неплохое. Итак, сейчас мы будем менять и посмотрим, что у нас получится. Итак, провели замену мы на наших двух колесах. Вот так вот выглядят теперь наши сторонние. Симпатичные, кстати, стали шляпки выглядеть. И осталось, что у нас, в принципе, два колеса по левой стороне автомобиля. Итак, провели мы замену всех 20 болтов, которые в штат нашли на Renault Captur. Сейчас мы с вами посмотрим, как выглядят они наглядно. Можете сравнить, что было в начале видео. Как выглядят наши шляпки стандартных болтов. И как выглядят они сейчас. Они даже и внешне отличаются. Причем довольно значительно симпатичнее гораздо. Ну и самое главное, что теперь я надеюсь, что головка болтов не слетит. Затягивались они отлично. Резьба у всех практически была, болтов как новая. Поэтому в любом случае я никому не рекомендую. Скажем так, не советую. Просто, скажем так, я лично выбираю безопасность на дороге. Поэтому, на мой взгляд, лучше всего стандартные или штатные болты, которые идут заводом-изготовителем на автомобиле, я бы все-таки поменял. В целях безопасности. Потому что, опять же, повторюсь, то, что произошло у меня с болтом, когда я подкручивал колеса, менял зимы на лето. И причем, скажем так, я не затягивал сильно болт. И когда головка у меня осталась потом в ключе баллонном, ну, чтобы сказать, было довольно неприятно. И, на мой взгляд, это существенно все-таки недоработка производителя, именно производителя завода Рено Россия. Потому что, в любом случае, контроль качества какой-либо должен быть на заводе. И почему так просмотрели вот именно ключевые, так сказать, детали машины, которые, в принципе, опять же, фиксируют колеса, это безопасность движения, честно говоря, я не знаю. Причем, говорю, ладно, в этот случай был бы только у меня единичный. Да, ну, может, действительно, у меня руки там кривые или что-то еще там, да. Но довольно много мне пишут и подписчиков, и люди, которые просто, скажем так, неравнодушны к этой даже ситуации, у которых тоже случилось похожее, пишут, что, да, действительно, лучше сразу эти болты менять. Вот, так вот у нас выглядит заднее колесо. Теперь болты все одинаковые. 20 штук все идентичные. Опять же, повторюсь, они от Renault Scenic. Головка на 19 мм, в отличие от стандартной, которая идет на 17. Ну, эта головка, опять же, которую я сейчас поставил, эти болты с головкой, они более надежные. Сам металл, это нержавейка, нержавеющая сталь, это никакой не сплав, это именно нержавейка. Она, говорю еще раз, в принципе, практически металл вечный. Если за ним, опять же, ухаживать, каждый сезон смазывать при замене колес, и, в принципе, как таковой, прослужат они верой и правдой. Таким образом, замена болтов мной произведена. Надеюсь, что эксцессов по машине, кроме болтов, у меня больше не будет. В принципе, вы можете и не искать болты на 19 мм, можете подбирать такие же на 17, но самое главное, при подборе болтов, внимательно обращайте внимание на именно состав материала, то есть, что входит в материал. Конечно, если вы покупаете на рынке, никто вам правду не скажет, но, в любом случае, я покупал просто по знакомству, человека знаю давно, и поэтому, в любом случае, прекрасно знаю, что он, ну, как сказать, плохую деталь мне не подсунет. Поэтому, в любом случае, однозначно, если покупаете новое, то у продавца обязана быть сертификация на такие детали. То есть, в сертификате должно быть указано, что за материал, и какой металл, сорт металла, сплав, и все прочее. Ну, и заключение нашего небольшого видео касательно смены штатных болтов на, скажем так, свои покупные. Хотелось бы отметить, что поджимать болты, в принципе, вообще не рекомендуется эти, то есть, вот вы зажали, в принципе, раз, и этого достаточно. Потому что, опять же, повторюсь, что хоть болты довольно надежные, из нержавеющей стали, но, в любом случае, пережимать никогда не стоит. Навряд ли, конечно, резьбу вы сорвете в этих вот болтах, которые, скажем так, я вам показывал в нашем видео, но, в любом случае, потом будет довольно сложно даже открутить колесо, если вы пойдете на шамонтаж, или будете производить замену, сезонную замену шин с летних на зимние, будет довольно сложно это произвести. Поэтому лучше их не пережимать. Раз зажали, только потом, если вдруг что, после, скажем так, пробега в 10-15 километров, ключом, на всякий случай, просто проверили, не раскрутился ли какой-то болт. Просто 20 болтов прошли, и ключом аккуратно, скажем так, на ощупь уже вы почувствуете, открутился болт какой-то или нет. Все, то есть, зажимать их не стоит. В принципе, на этом все. Большое спасибо вам за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok